Всем привет, друзья! С вами Сергей Куваев из Японии, из Токио. Хочу поделиться с вами своими некоторыми наблюдениями за последнее время. Недавно я был в привикторе Кагасима, и так получилось, что я проводил вечера в отеле, и там смотрел телевизор. Обычно дома-то я телек не смотрю, потому что у меня его просто нету. А тут как-то смотрю каждый вечер, и маячи-то одни и те же лица, а именно лица британских королевских особ. То есть принцы и принцессы, я, к сожалению, не знаю, как их зовут. В общем, новость была, видимо, в том, что у них родилась дочь, но не в этом дело. А сразу за этой новостью о принце всегда шла какая-то новость про обезьян. Оказалось, что недавно родившуюся в японском зоопарке обезьянку назвали именем принцессы. То есть ее назвали именем Джерад. И эта новость вызвала скандал практически международный. И стал такой назрел вопрос, а можно ли, этично ли это называть обезьяну именем принцессы британской? Не будет ли это звучать каким-то оскорблением для королевской особы? Не будет ли это сицюрей? Вот сицюрей, это такое японское слово, означает очень сильная какая-то обида, очень сильное нанесение какого-то морального ущерба. То есть действительно, когда ты там на кого-то плюнул, это сицюрей. Когда ты сказал какие-то плохие слова про маму, например, про чудо, это тоже сицюрей. И дошло даже до того, что репортеры спрашивали на улицах людей, опрашивали, можно ли назвать обезьяну именем принцессы, не будет ли это оскорблением. И люди, японцы, на улицах с полной серьезностью отвечали, да, да, наверное, это будет действительно оскорбление для наших британских партнеров. Это очень неправильно так называть обезьян. Я вот подумал, интересно, если у нас в России, например, кто-нибудь назвал бы своего пса Обама, например, там, да, Обама, Обама, это же, ну, если по нашим меркам, это такое довольно-таки подходящее имя для пса, ну, или для кота, почему бы и нет? Неужели бы это тоже вызвало, могло вызвать какой-то международный скандал и опрашивали бы людей на улицах, что они об этом думают? Значит, второе. Сегодня я был в офисе ТБС японской компании телевизионной, и там какое-то там новое ТВ-шоу будет проходить, анонс был ТВ-шоу с участием очень какой-то известной группы Катун или что-то в этом духе. И там, в общем, был этот плакат с Каттуном. И я заметил огромную очередь девочек, наверное, ну, лет 15, так, от 15 до 25, наверное, человек 50 или 100, я уж не стал снимать, хотя, наверное, надо было заснять. Я думал, куда они, интересно, стоят-то, может, они в очередь за автографом выстроились. И тут я подошел к этому плакату, и оказалось, что они хотели просто сфотографироваться рядом с плакатом. То есть очередь из 50 человек, даже больше девушек, просто чтобы сделать фотку с плакатом. Более того, да, очень часто в Японии можно встретить девушек, которые фотографируют рекламу в метро, если на этой рекламе какой-то их известный персонаж, допустим, какой-нибудь солист Араши или еще кого-то. То есть рекламировать, то есть фотографировать рекламу в метро, когда иногда так тебя постоянно окружает, и не понимаешь, что это, до какой степени надо быть фанатом. Так, ну и еще одно наблюдение касательно наших любимых девушек, славянских, русских, наших ненаглядных. Вообще вот о русских девушках, у них такая слава в Японии, что они очень недоступные, стервозные, как это, с высоким о себе очень большим самомнением, и все очень красивые красавицы. В общем, с кем не поговори, будь то иностранцы или японцы, у всех практически все говорят одно и то же про наших соотечественниц. Я вот подумал, действительно это так, ведь в принципе в России, допустим, когда я жил, не было особо прямо уж таких стервозных-то. Большинство девушек были, в принципе, вполне милыми, приятными, с ними можно было о чем-то поговорить. Я вот подумал, а может быть все-таки это Япония так влияет на наших прекрасных дам? Потому что вот девушка, чем она дольше в Японии живет, тем у нее как бы все дольше, больше, больше планка, наверное, как-то поднимается. Именно планка самомнения какого-то что ли о себе. Конечно, не хочу оскорблять кого-то там или задевать, но действительно такое складывается впечатление. Потому что смотришь, допустим, на наших русских девчонок, которые только сюда приезжают, вот когда они только там приехали, там просто как туристки или, например, там пожили месяц-два, у них такие глаза еще совсем добрые, наивные, как бы открытые, им все нравится, японцы им нравятся. А пообщаешься с девушками, которые уже бывалые, допустим, которые уже были замужем за японцами, например, или которые просто пожили уже здесь лет 5-7, они говорят, о, да ты что, какие там японцы! То есть японцев они даже вообще не ставят ни в какую, не уважают, не ценят, и даже за мужчин их не воспринимают практически. То есть говорят, да что там японцы там, слабаки какие-то там и так далее. Хотя, в принципе, очень много девушек всю свою жизнь, которую они прожили в Японии, они жили как раз за счет этих самых японцев. Да, то есть на полном практически, ну или частичном содержании. Все-таки действительно, наверное, это Япония так влияет. И влияет именно отношение самих японцев к нашим русским девчонкам, да? То есть японцы сами себя ставят, минимум, в такую невыгодную для них ситуацию. Из лишнего такого восхваления, из лишнего какого-то боготворения, что ли, изнесения иностранных девушек, что вот русские все красавицы там, да? И вот этим своим поведением, своим трепетом перед русскими девушками, они сами заставляют, наверное, наших девчонок вот это вот самомнение в себе больше расти. Вот эта среда, наверное, их сделает стервозными, скорее всего. В общем, такие наблюдения, ребят, касательно Японии. И мы увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч. С вами был Сергей Куваев. А, кстати, спонсор этого выпуска, мой инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. То есть я его тоже пытаюсь растить, делать там, ну, выкладывать туда всякие интересные фотографии с моей работы, с каких-то съемок, ну, или просто какие-то повседневные. Так что если вы зарегистрированы в инстаграме, я вам рекомендую тоже меня зафоловить. Субтитры сделал DimaTorzok